Коммерческие центры, если не получат соответствующую аккредитацию, продолжат наравне с налоговой службой оказывать услуги по выдаче квалифицированной электронной подписи до 1 января следующего года. Однако срок действия выданных ими сертификатов заканчивается в этот период. Так что юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям или, например, нотариусам осваивать новые правила придется к 1 января 2022 года. Или раньше, если срок действия подписи закончится раньше января. Подпись, которую выдает Федеральная налоговая служба, будет действовать в течение 15 месяцев. Соответственно, ее можно использовать для сдачи налоговой отчетности и для любых других хозяйственных операций в рамках Федерального закона 63 ФЗ 2011 года. Для того, чтобы получить квалифицированную электронную подпись, нужно обратиться в любую точку выдачи таких электронных подписей ФНС России. Это любая налоговая инспекция на территории Рязанской области осуществляет. Соответственно, должен обратиться сам руководитель организации, то есть по умолчанию это генеральный директор или какое-то иное лицо, которое имеет право без доверенности действовать от имени организации. Предприниматель либо нотариус должен иметь при себе паспорт и СНИЛС и заполненное заявление на получение квалифицированной электронной подписи. Кроме того, он должен иметь специальный USB-носитель, так называемый токен, который имеет сертификат соответствия, выданный ФСБ России или ФСТЭК России. Предоставить можно и копию сертификата соответствия. Приобрести специальный носитель можно у производителей, у дистрибьюторов-производителей, спецоператоров связи, а также в специализированных интернет-магазинах. Что касается заявления, то его проще всего заполнить в таком полуавтоматическом режиме с использованием личного кабинета налогоплательщика физического лица. В разделе «Жизненные ситуации» есть вкладка «Получить квалифицированную электронную подпись». Там можно заполнить заявление.